Здравствуйте, меня зовут Адилия Шамильевна и я преподаю в творческой мастерской Габеле в детском эколого-биологическом центре Росток. Сегодня на открытом уроке, на онлайн уроке мы будем делать аппликацию «Осенний пейзаж». Для вдохновения у меня есть вот такая картинка. Для урока нам понадобится цветная бумага, маркеры, линеры или фломастеры, или гелевые ручки, главное, чтобы они были разной толщины, ножницы и клей-кородаж. Мы должны вспомнить, какие у нас деревья, в нашем пейзаже будут деревья и какие характерные особенности, какие у них цвета. Выберем цветную бумагу, какие у нас будут цвета, сперва подберем по цветам. Допустим, нам нужен коричневый, у нас будет коричневое дерево, желтое, так как у нас осенний пейзаж. Формат, на который мы будем все приклеивать, это будет А4. Еще есть у нас крафтовая бумага, тоже ее можно использовать. Для вашей работы можно взять любые бумаги, можно взять обычную белую бумагу и закрасить ее в цвет, который вам нужен. Я подбираю по цветам осенние, это желтые, коричневые, охра, красные, оранжевые цвета. Здесь у нас красный, оранжевый. Я думаю, этого хватит. Мы должны наметить силуэт нашего дерева. Силуэт нашего дерева мы рисуем. Первое дерево у меня будет вытянутое. И будет небольшое основание у дерева. Ствол. Далее мы вырезаем. Какие-то деревья мы можем заполнить графическими приемами. Линером или маркером нарисовать. Без применения цветной бумаги. Они будут у нас как бы на фоне, на заднем плане. Где-то вдалеке. Сперва мы должны решить наш передний план, всю нашу композицию. И это будет мое первое дерево. Дальше у меня будет дерево с красными листьями. Должно быть оно за оранжевым деревом. Мы также должны наметить форму. Должны понять, какое оно по силуэту. Но будет вытянутая овальная или может быть круглая. Или широкая. Может быть это будет дуб. А это дерево у меня будет без ствола. Или же я его заполню позже. И нарисую просто поверх белой бумаги. А то, что я просто все вырезаю и смотрю, как лучше их расположить. Может быть в дальнейшем я какое-то из деревьев уберу или заменю. А это дерево у меня будет треугольное. Когда мы рисуем треугольник, мы примерно должны представить, где у треугольника будет середина. Чтобы нарисовать ровный треугольник. И так же вырезаем. На данном этапе мы как раз можем смотреть, что у нас будет на переднем плане, что на заднем плане. Что-то мы можем убрать из-за какие-то деревья. Вот это у нас этап поиск композиции. Будет оранжевое дерево. Еще одно. Которое у нас будет круглое. Которое у нас будет в viewers. У нас еще есть желтые и коричневые цвета, из желтого у нас будет дерево вытянутое, у нас здесь есть как раз небольшое место для вытянутого дерева, высокого. Интересно, композиция будет смотреться, когда у нас по пятну сверху будет больше свободного места, чем снизу. Такая композиция считается более правильной. И наш глаз подсчитывает большую информацию, когда сверху, с верхнего пространства остается больше места. Постараемся деревья ставить так, чтобы они были не просто в ряд, а какие-то сзади, какие-то спереди. И еще одно дерево я хочу расположить, оно будет на заднем плане, оно тоже будет желтое. Очень долго. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... На заднем плане мы еще расположим что-то треугольное. Может быть в итоге это окажутся горы. На треугольнике мы тоже можем делать разные, разные по форме. Вот такая композиция. И сейчас будет самый интересный момент, когда мы будем заполнять графическими элементами все наши деревья. Теперь мы можем обратиться к нашей картинке для вдохновения. Посмотрим какие там есть графические элементы, какие заполнения есть. И берем наши ручки, линеры, фломастеры и маркеры, чтобы заполнить все. Теперь у нас есть пятно. Большое, среднее, малое. И должно быть что-то еще малое, как орнамент, как узор. Допустим, я вижу вот здесь вот интересное, мне понравилось дерево, ель. Это мы тоже можем представить как ель. Сейчас сперва еще приклеим, закрепим все. Должны заполнить нашу композицию, что где находилось. Аккуратненько так убирать и приклеиваем. Данная техника называется аппликация или же калаш. Также калаш и аппликацию можно делать не только из цветной бумаги, а мы можем и сами делать выкраски. Делать выкраски, делать различные переходы, использовать разные материалы, восковые нуки, цветные карандаши. Гуашь и акрил. Данное разнообразие материалов издает нам особую живописность в работе. Сейчас мне в композиции не нравится то, что у меня все деревья идут под каким-то наклоном. И я хочу в этом месте добавить еще какое-то дерево. Еще будет наш треугольник. И здесь, наверное, будет красный. Я здесь не могу расположить, так как у нас здесь уже есть красный. Тогда будет оранжевое дерево. И я сейчас думаю о том, чтобы это дерево не повторяло по форме ближайшие деревья. У нас здесь его будет с пышной верхушкой. Я здесь уже приклеила. Я не могу под низ подставить, поэтому я вырезаю под форму, которая у нас есть. Я здесь уже приклеиваем. Все, мы приклеили все деревья. У нас получилась вот такая композиция, и сейчас будем их заполнять. Возьму фломастер, наверное, у всех есть фломастер, и буду заполнять вот это вот треугольное наше дерево. Еще нарисую ему ствол. Ствол у нас пойдет сверху и донизу. И к низу он у нас расширяется. Это у нас елка. Обратите внимание на то, как растут ветки у елки. Они сверху опускаются вниз. Мы рисуем основание наших веток. Наших веток. И далее уже добавляем сами веточки. Наверное, всем прощали внимание, какие веточки у елки. Все, что я разрушил характер. Продолжение следует... 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 Вот такая композиция у нас получилась, наш осенний пейзаж, техники, аппликация или еще, как называют, халаш из цветной бумаги. Спасибо за внимание.